Получилось и правда вкусно. Та самая прожарка Medium Well. Привет! Это канал Рамита, я Вика, его ведущая. Есть тут любители мяса с пылу с жару. Устроим перекличку в комментариях. К нам пришла новинка аэрогриль Рамит Модерн МА04 со встроенным термощупом, а это значит, что настало время для стейков разной прожарки. Сегодня покажу, как быстро и без лишних усилий приготовить говядину и остаться сытым и довольным. Начнем. А начнем с того, что традиционно насчитывают шесть степени прожарки, а именно raw, rare, medium rare, medium, medium well и well done. Самое важное, за что отвечает прожарка, это сочность стейка и обилие вкуса. Первые два варианта самые холодные. В режиме raw и rare температура достигает 40-45 градусов. Следующий вариант – medium rare. Одна из самых распространенных степеней прожарки во многих ресторанах. Варьируется от 46 до 57 градусов. Внутри мясо становится розовато-красным. Далее прожарка medium. Также очень популярна и на расхват в ресторанах. Температура внутри уже 60 градусов. Сока из мяса выходит немного меньше, но тем не менее мясо еще достаточно сочное внутри. Следующая степень – medium well. Внутри температура уже 65 градусов. Сок становится прозрачным, но все еще присутствует. Такая степень прожарки идеально подойдет для тех, кто не любит сырое мясо. И, наконец, well done – самый зажаренный вариант. Температура внутри уже выше 70 градусов. Как правило, такое мясо считается суховатым. Сегодня будем делать четыре самых распространенных варианта – medium rare, medium, medium well и well done. В нашем гриле как раз есть все четыре режима. А лучше всего понять степень прожарки можно по самой толстой части стейка. Кто-то узнает при помощи времени, другие пользуются лайфхаком с рукой, но самый главный и действенный вариант – это, конечно же, термощуп. В нашем гриле он встроен, и это значит, что при достижении указанной температуры прибор перестанет работать. Давайте проверим его на деле. Для прожарки отлично подойдет мраморная говядина. Такие стейки, как популярный Rebuy, New York, T-bone и другие. Если их не оказалось под рукой, то есть альтернативные стейки. Мясо берется уже из других частей туши, они дешевле, но также могут быть сочными и вкусными внутри. Например, фланг, рамп или чакрол. Нам нужен стейк толщиной не менее 2,5 см, чтобы он успел и подрумяниться, и остаться сочным внутри. Приправляем солью, перцем и втираем немного масла с двух сторон по желанию. Первая прожарка – medium rare. Подключаем термощуп, выбираем режим гриль-контроль с термощупом, выставляем 240 градусов, температура камеры. Далее режим medium rare, кнопка старт. Ждем, пока гриль прогреется. За это время аккуратно вставляем термощуп горизонтально в центр мяса, как только гриль издал сигнал готовности, загружаем на решетку первый стейк. Примерно на середине можно перевернуть мясо, чтобы получить равномерные полосочки гриль с двух сторон. На дисплее во время готовки отражается текущая температура мяса внутри. Как только щуп достигнет выбранной температуры в режиме medium rare, гриль автоматически прекратит работу. Достаем стейк аккуратно горячий, даем ему пару минут полежать, нарезаем и проверяем прожарку. Она та самая, сочная, с яркой розовато-красной серединой. Следующая прожарка – medium 60 градусов. Принцип действия тот же. По желанию добавляем перец, соль, втираем масло с двух сторон. В режиме гриль-контроль с термощупом выставляем температуру камеры 240, режим medium, включается прогрев. Вставляем термощуп в центр мяса и отправляем на решетку. Как только гриль издаст сигнал, достаем стейк, ждем пару минут, нарезаем и проверяем прожарку. Думаю, у нас все получилось. Стейк сочный, внутри чуть более прожаренный и очень аппетитный. Следующий вариант – прожарка medium well 65 градусов. Также перец, соль, натираем маслом. Выставляем температуру 240 у камеры, прожарка medium well 65 градусов. Начинается прогрев. Вставляем термощуп, загружаем мясо, пара-тройка минут и вот мы уже видим еще более зажаренную корочку. Достаем, даем ему пару минут и проверяем прожарку. Разрезаем и видим, что стейк все еще сочный, но уже имеет светло-розовый цвет и прозрачный сок. Одна из самых популярных прожарок готова. Ну и финалист – полная прожарка well done выше 70 градусов. Также добавляем перец, соль, натираем маслом. Температура камеры 240, прожарка well done 71 градус. На середине переворачиваем для полосочек, как на мангале. После сигнала о готовности вынимаем термощуп и даем мясу пару минут. Разрезаем и смотрим. Сразу видно well done. Стейк уже приобрел привычный серовато-коричневый оттенок и полностью готов. Все прожарки есть и даже наглядно видна разница между ними. А если хотите знать, как сделать не только говядину, но и стейки из свинины и курицы, кликайте на наш отдельный ролик, ссылка в описании. Ну что, вот такая красота у нас получилась. Теперь настал черед проб. И попробую я свою самую любимую прожарку, и это будет medium well. Получилось и правда вкусно. Та самая прожарка medium well, где у нас уже практически готово полностью мясо, но при этом оно достаточно сочное внутри. Всем рекомендую. Кстати, пишите в комментариях, какая ваша самая любимая прожарка. Проверим, сколько здесь ценителей стейков. Вот так быстро и легко можно приготовить абсолютно любой стейк, даже не выходя из дома. Экспериментируйте и вы, ставьте лайки, если видео было полезно. Обязательно подписывайтесь на наш канал, впереди еще много всего интересного. Ну а я с вами прощаюсь, пойду кормить команду Промид. Всем пока!